МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Студия 11", вновь в эфире. Всем привет! Смотрите в ближайшие полчаса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Интеллектуальный досуг для маленьких и взрослых". -"Прелесть игры как раз и заключается в том, что вопросы настолько разнообразные, что подготовиться к ним невозможно". -"Ждать ли жителям Коми эпидемию гриппа в ближайшее время". -"Погода у нас зимой в последнее время такая непредсказумая". -"Что с чем смешать, чтобы было вкусно". Аня, а как ты любишь проводить свое свободное время? -"Все, наверное, банально, но я люблю читать и смотреть хорошие фильмы за чашечкой чая. А у меня дома целая коллекция настольных игр, проверенных временем, шашки, морской бой или монополия, или современных, дженго. Так, сейчас сделаем. -"Иммагинариум", или скажи иначе. Мы любим с детьми, да и с гостями. Так занять свой досуг, жаль, свободных минут не так уж и много. Кстати, если говорить о времени с друзьями, то я в последнее время присматриваюсь активно к ВИЗ-вечеринкам. Что это в нашем сюжете? Если вам надоело проводить вечера за кружкой пенного у телевизора, выход есть. В последнее время появилось много вариантов, как провести время с пользой для мозгов и при этом не очень напряжно. Сейчас мы об интеллектуальных играх. Они набирают все большую популярность. И один из новых вариантов, появившихся в Сыктывкаре, Эйнштейн-пати. Здесь можно подумать, повеселиться, пообщаться с людьми, размять свой мозг. Ну, обстановка хорошая. Участников на каждой встрече ждет призовой фонд, ради которого стоит постараться. Вопросы на логику, эрудицию и внимание – вот главные препятствия на пути к победе. Есть легкие вопросы, есть вопросы, на которые я вообще не знаю ответа. И если ты не исследовал такие сферы ранее, то нет такого шанса просто отгадать. Ну, вопросы подобраны очень здорово. На каждую такую игру приходит около 150 человек. Сеяние разных возрастов и интересов. Но что объединяет их точно – богатая эрудиция и жажда эмоциональной разгрузки. Поздравляю первым чемпионам! И сейчас они не могут, чтобы партия! Не расстраивайтесь, если вам еще не удалось выиграть или даже поучаствовать в подобном. Возможности еще будут. Собираются любители интеллектуального отдыха каждую неделю. И не только в Сыктывкаре. Столько ли умники и умницы могут участвовать в интеллектуальных развлечениях? Узнаем у администратора квиз-вечеринок Дмитрия Тихонова. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала я хочу вас попросить вообще нам пояснить, что такое квиз. Квиз – это особый формат игры, в котором участники отвечают на вопросы. Команды участвуют. Правильно я понимаю? Это же не индивидуальная какая-то гонка. Ну, конечно. Можно разделиться на команды, можно участвовать отдельно. В принципе. Ну, это об общем формате игры. Но обычно, да. Обычно это команды. Сколько в команде человек? То есть есть какие-то от и до допустимые рамки? Обычно в команду допускаются от 4 до 8 участников. Это сделано для того, чтобы затронуть людей разных, чтобы каждый смог себя проявить в своей сфере. То есть прям о содержании команды никогда не придирайтесь. То есть это могут быть разновозрастные люди? Конечно. Даже лучше, если будут разновозрастные люди, потому что молодежь больше ориентируется в каких-то современных трендах. То есть это прям продуманный шаг получается? Конечно. То есть каждый свой пласт знает? Да. И каждый сможет развлечься. А есть ли команды, которые участвуют вот из раза в раз? Да, у нас есть. Это наши любимчики. Эти команды регистрируются самые первые. Они самые активные. Они участвуют во всех конкурсах, в дополнительных конкурсах. И иногда побеждают. Иногда. Иногда. То есть ключевое слово «иногда». То есть их другие участники не боятся, знают, что вот эта команда, я знаю, участвовала, и они выиграли. Я боюсь и не пойду сегодня туда, потому что они там. Прелесть игры как раз и заключается в том, что вопросы настолько разнообразные, что подготовиться к ним невозможно. И каждый раз получается так, что сегодня одна команда показала себя с лучшей стороны, а завтра другая. А вот вы как организатор можете пояснить, почему вот такой досуг становится в последнее время крайне популярным? Знаете, я думаю, что это не связано с последним временем. Просто сейчас появилась возможность организовать такой досуг, но вот вы вспомните, даже в общественном транспорте зачастую люди сидят, решают кроссворды или в поезде. Они занимаются вот такой умственной активностью в свое свободное время. И им это нравится. Кроме того, это профилактика различных заболеваний, что тоже очень здорово. Вопрос еще. Вопросы составляются. Как вы сидите командой, собираетесь какой-то командой организаторов и сочиняете вопросы? Или откуда-то они вам поступают? Ну, если мы рассматриваем именно нашу организацию, то вопросы нам предоставляет головной офис, который находится в Москве. Люди, которые работают в этом офисе, у них очень хорошее образование, они закончили МГУ, и они на волне, можно сказать так. Вот есть целый штат людей, которые занимаются исключительно составлением вопросов. Они следят за тем, чтобы вопросы не повторялись, чтобы они были правильными, они указывают источники, и они следят за тем, чтобы с какими-то другими организациями вопросы не пересекались, чтобы людям было удобно ходить как к нам, так и к другим компаниям. Но при этом, чтобы не было скучно, я так подозреваю, вопросы в разных видах существуют. Вот какими они могут быть? Конечно. Есть видео-вопросы, есть фото-вопросы, вопросы на эрудицию, вопросы на догадку, на интуицию, вопросы на логику. Форматов очень много. И, в принципе, формат игры позволяет быть гибким и с каждым разом придумывать что-нибудь новенькое. В течение игры сколько вопросов разыгрывается? Больше 40 вопросов. Это 7 раундов. А вот для примера нам сейчас хотя бы пару вопросов. Для понимания нам и телезрителям. Да, насколько они сложны, и вообще реально ли догадаться нам сейчас, ну и нашим телезрителям, соответственно. Конечно. Я предвосхитил ваше желание. Давайте обратим внимание на экран. Вот один из вопросов из нашей игры. Эти разноцветные американские конфеты сначала выпускались специально для армии США, и только в послевоенное время о них узнал весь мир. Как вы думаете, о каких конфетах идет речь? Давай вспоминать все разноцветные конфеты, которые есть. У меня единственные приходят. Подожди, бывают всякие скитлсы, мандемсы, что там еще? Скитлсы попозже, по-моему, появились. Мне кажется, в моем детстве уже были мандемсы, но не было еще скитлсы. Мандемсы. Ваш ответ – мандемсы. Да. Это правильный ответ. Ура, дай пять! Вот как раз вот такие вопросы подобного типа и встречаются у нас в игре. То есть не все поделили. В этом преимущество в команде, что не так стыдно какие-то версии выдавать, да? Конечно. Как лично, когда один выступаешь. Это общение и времяпрепровождение людей, которые захотели собраться и заняться чем-то вместе. Ясно. Еще? Так. Выпросим? Выпросим. Давайте еще один вопрос. Давайте посмотрим еще один вопрос. Перед вами картинка. Это пример фото вопроса. Угадайте, какой компании принадлежит эта реклама? Картинка обрезана. Если мы покажем ее вам полностью, тогда вы сразу увидите и поймете, что это за реклама. То есть это однозначно спортивная какая-то… Да. Однозначно спортивный какой-то бренд. Хотя я сначала бы сказала, что это какая-нибудь Кока-Кола, потому что Санта-Клаус, все дела. Сейчас бы как-то это можно было связать. Но похоже на баскетбол какой-то. Да, баскетбол. Какие спортивные компании мы знаем? Сейчас бренды перечисляют. Пума, Адидас, да, что еще мы знаем? Что еще? Какие еще? Может, подсказку, кстати, у ведущих можно выпрашивать? Ни в коем случае. А если мы очень сильно попросим? Ведущий без пристрастий и никогда ничего не подскажет. Иначе мы создаем неравные условия для команд. Ну что? Just do it, сделаем это. Nike? Совершенно верно. Это Nike. Ура. Мы идем на квиз с тобой. У нас уже мини-команда собрана. Мы сейчас присоединим всех тех, кто сейчас за кадром, и вместе все пойдем. Дмитрий, спасибо большое вам, что пришли в студию. Рассказали. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Наверняка не все вопросы такие простые. Но в этом и заключается азарт таких игр. Догадаться, о чем идет речь, даже если не знаешь точного ответа. Научно доказано, что мозговую активность развивает не только чтение и разгадывание головоломок, но и физическая культура. Мышцы регулярно работают, тогда и мозгу хватает кислорода. Давайте заниматься. Очень важно начать с разминки. Любую тренирушку, даже домашнюю. Так что мы начинаем разминаться. Что делаем? Разминаем ручки, которые заняты у нас телефоном. Локтевой сустав. Махи 10 раз перед собой. И в обратную сторону. Давайте по-быстрому сделаем тогда плечевой пояс. Разминаем. Пока разминаются у нас плечики, можно шею потянуть влево, вправо, не торопясь. В другую сторону 10 раз. Все как в школе. Ручки растягиваем. Потянули в одну сторону. В другую. И потянулись вниз. Размялись. В правой стороне. К левой. Ножки рядом. Ручки не схватились. И вытянули спину вверх. Создаем натяжение. Вот. В принципе, можно начинать. Начинаем опять же с приседаний самых легких. То есть медленно приседали, повторили, как правильно приседать. Сейчас поделали выпады. Вот что вы увидите в студии 11 далее. Сопротивляемся гриппу. Раньше, как грянут морозы, ни одна болячка не справлялась. Отмечаем день бармена. Просто в народе, скажем, это жонглирование бутылками, разными предметами. Погода у нас зимой в последнее время такая непредсказумая. Раньше, как грянут морозы, ни одна болячка не справлялась. Конечно, все по домам сидят, никто друг друга не заражает. Вот. Поэтому, я думаю, надо витаминизироваться при любом удобном случае. Держи лимончик в чай. Спасибо. Кстати, вот таких антигриппинных средств изобретено ух, как много. Если побродить по благосфере, каких только рецептов от простуды не найдешь. Чеснок, мед, сода, соль. Промывание носа соленой водой – йоговский метод. Но я все равно считаю, что лучший способ – закаливание. Так же считают и жители Братского по холодам Сургута. Минус 37 – не повод избегать прогулок на свежем воздухе. Минус 37 – не повод избегать прогулок на свежем воздухе. Традиционно в феврале мы ждем вторую волну эпидемии гриппа. Сбудутся ли прогнозы заболеваемости в этом году? Давайте узнаем. В текущем году мы ни разу еще не регистрировали подъемы. И если брать по, что же мы выделяем, то имеются единичные находки аденовирусов. В текущем году вирусы гриппа не выделяли. Поэтому пока мы спокойно живем с этими заболеваниями. Хотя по Российской Федерации уже регистрируются в ряде регионов превышение эпидемических порогов. Поэтому мы живем в ожидании, но пока все спокойно. Очень важно соблюдать речную гигиену. То есть приходя домой или приходя на работу необходимо мыть руки. Надо больше бывать на свежем воздухе. Благопогода способствует. Поэтому, конечно же, занятия спортом никто еще не исключал. Лыжи. Меньше ходить по магазинам и тратить на это свое время. А еще я уверена, позитивный и активный человек гораздо меньше болеет. Когда ты занят и радуешься жизни, некогда хандрить. Такие люди живут в моем родном городе. В минувшие выходные там прошел спортивно-творческий фестиваль «Печорские игрища». «Печорские игрища» «Печорские игрища» «Печорские игрища» Сейчас нас ждет небольшая порция новостей без официоза. Сегодня наши герои – дети. Поздравляем ребят из детской журналистской редакции «Дежурка», которые в прошлом году сняли фильм «Надежда нашлась». Игровая короткометражка про детей войны продолжает шествовать по фестивалям. Фильм вошел в шорт-лист Всероссийского кинофестиваля «Встречи на Вятке» и будет показан на большом экране в Кирове. Итоги подведут 27 февраля. Желаем удачи творческой команде. «Дед Матвеев приехал, только тут непонятно, куда поделался его дом». Оргкомитет Всероссийского конкурса «Российское движение школьников. Территория самоуправления» определил 100 команд финалистов. Среди них активисты школы Обьячева. Теперь пять ее представителей. Один лидер и четыре активиста отправятся на трехнедельный форум в детский центр «Орленок». Креативно подошли к своей работе сотрудники ИПСКО библиотеки. Для знакомства детей с книгой Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» подготовили интерактивный уголок. У каждого персонажа свое жилище. К примеру, у кролика – чайник, у чеширского кота – шкатулка. Самым необычным украшением уголка стали часы, идущие наоборот. Для детей подготовили забавную викторину и подвижные игры. Веселое мероприятие закончилось фотографированием. Специально для этого изготовили точную копию головного убора сказочного шляпника. Уже в эту субботу в разных уголках нашей большой страны пройдут массовые старты. Республика Коми также активно готовится к лыжне России. А некоторые спортсмены даже в усложненных природных условиях. Раз, два. Стюша, давай быстрее. Стюша, финиш, финиш, финиш. Поехали быстрее. Раз, два. Как ручками Стюша работает? Раз, два. Потом уже палочки дадим, будешь палками толкаться. Всем временем погодные условия распушают трассу лыжникам. Снег все идет и идет. И некоторым шутникам такое шествие не дает покоя. Сегодня отмечают Международный день бармена. Дата не случайна. Ежегодно 6 февраля католики почитают святого Аманда, который был покровителем виноделов, пифоваров, а также рестораторов и барменов. Так случилось, что праздник прижился и в нашей стране. Как правило, в этот день проводятся всевозможные конкурсы на лучший коктейль, состязания в профмастерстве, тематические конкурсы и даже викторины. Работа этих людей не такая уж и легкая. Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки. А еще они отличные психологи. Умеют высложить и даже дельный совет дать. Говорят, опытные профессионалы даже угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда. Попробуем и мы проверить нашего гостя, участника и организатора разных международных чемпионатов по флейрингу. Это мы тоже уточним, что такое. Владелец популярного сыктывкарского бара и, конечно, один из профессионалов барменского дела. Николай Козаков. Здрасте, здрасте. Николай, расскажите, пожалуйста, вот бармен – это что? Это все-таки призвание, состояние души или что-то, может быть, другое? Ну, во-первых, это профессия, потому что ценится и знание, но в итоге это становится и образом жизни, и состоянием души. То есть человек с этой профессией идет дальше и развивается. Потому что развитие есть, и есть разные направления, и есть к чему стремиться. Вам же нравится ваша профессия? Конечно. Я обещала нашим телезрителям, что уточню, что такое флейринг. Что это такое? Если быть точным, это вращение по кругу, если в переводе. Так в простонародье, скажем, это жонглирование бутылками, разными предметами, и возведение – это все в некую постановку с приготовлением коктейля именно для гостя. И все-таки какие у нас, как вы думаете, любимые напитки? Угадайте. Я бы вам посоветовал великолепный коктейль «Жиздамор», что в переводе означает «сок любви». Ну, конечно же, он безалкогольный, на основе сиропа «баблгам», ананасового сока и морса с гибискусом. Интересно звучит. Кстати, Николай выкрутился, заметил, а ты спросил «угадайте», а нам сказали «посоветуем». То есть вы уверены, что нам понравится, да? Конечно, я думаю, потом вы его и попробуете. Ну, я подозреваю, что, конечно, у барменов есть свои, не знаю, курсы, какие-то что-то обучающие. Вот перед тем, как на эти курсы пойти, есть и какой-то вот отбор, может быть, проверяют на ловкость. Вот я, например, умею вот так. Сейчас попробую изобразить. Вот я бы прошла, я бы стала барменом, или меня бы не взяли. Великолепный навык. То есть я могу, да? Конечно, безусловно. Может попробовать каждый, но не у каждого может получиться. Это все важно. Но как судится, хороший бармен или плохой? Вот если гость говорит, что ты лучший, ты супер, это же так приятно. И вот именно если гости тебе такое говорят, значит, ты лучший. Ну, мы уверены, что вы лучший. Ну, все-таки хочется как-то доверяй, ну, проверяй, называется. Может быть, вы нам что-то покажете? Конечно, безусловно. А давайте вот мы на нашу демонстрационную зону нашу уйдем. Пойдемте. Давайте пройдем. Если вы не против, я буду своим оком наблюдать дополнительным за вами. Но при этом все рассказывать, что тут есть что. Слишком много всего. Так, давайте. Да, это организатор тут с трубочками, с салфетками. Вот сироп баблгам, о котором я говорил, лед, стакан у нас приготовлен, собственно, цветок гибискуса под лимоном, ананасовый сок, морс с гибискусом, это цветок, ну, как раз в сиропе, который идет. Шикера, два американских и бутылки специальные вот для флоринга. Ну, и, собственно, дальше сюрприз. Аня, ты что бы хотела попробовать? Так, я бы хотела, конечно, попробовать то, что нам посоветовали. Но я так понимаю, что это готовится по названию слишком сложно. И сейчас вы нам, наверное, не сможете это продемонстрировать. Или сможете? Конечно, смогу и приготовлю. А можно перед этим еще потрогать, подержать стаканчики, потому что... Так, без проблем. Никогда не удавалось, если честно. Они разные почему? Потому что коктейли разные и разных... Нет, потому что они складываются. То есть, ну, американские бассанские шеки состоят из двух частей. Таким образом, и вот получается такой банан, и в процессе приготовления, если происходит, можно... То есть, от нас лучше держаться подальше, если мы начнем сейчас вдруг мешать. Ну, вообще плотненько сидит. Конечно. А бутылки можно подержать? Вот они тяжелые или не тяжелые? Без проблем, пожалуйста. А что, какие вы финты с ними крутите? Так, я отойду подальше. О, нет. Это я точно не знаю. Можно просто, как бы, первое, это, ну, там, вверх подкинуть и поймать бутылочку. Великолепно. Отлично. А у тебя получилось. Как и с мандаринами. Да. Да, я могу стать барменом. Еще какой-нибудь... О, они легкие, на самом деле. Они привязаны к стеклу. То есть, ну, это сделано специально для того, чтобы потом в процессе, да, когда человек тренируется... То есть, это тренировочная все-таки? Да, это больше тренировочная бутылка, которую при хорошем желании можно разбить, конечно. Вот, как у нас все можно, либо потерял, либо разбил. Вот. Ну, вот, если, там, вы посмотрите с этой, как бы, сравните в режиме, как бы... Ну, да, они идентичные, нет. А, нет. Как бы с одной стимой вполне, да, Витя? Да, да, да. Угу. Угу. Такие. Так, ладно. Так, возвращаемся. В руки профессионалов, мы все это возвращаемся. Давайте. Какой самый сложный трюк можно сделать с бутылками, предположим? Сейчас? Да. Ну, вот, да, в этих условиях. То есть, вот, какой самый, вот, наикрутейший финт, который делается? Только профессионал, чтобы смог его выполнить. Не новичок. То есть, мы не будем трогать. Я финт не тренировал сегодня, но я могу попробовать. Если там будет несколько дублей, это выкинуть бутылку из-за спины и поймать ее, поставить на подбородок. О, ничего себе! Так, это ж... Ты рукой попробуй поймай. Так, ну что, попробуем? Так, я вначале посмотрю, как это летит. Я так за Катю спрячусь, может? О, это же очень круто! Да. Вот так. Вот так. Так, ну что, у нас заготовлена музыка, да, для того, чтобы вам было особенно кайфово? Конечно, да. Для нас показать что-то? Так что давайте я переоденусь и начну. Давайте. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА